А перед просмотром хотел бы порекомендовать канал МКВ-94, на котором вы найдете истории о загадочных и трагических исчезновениях и похищениях людей по всему миру, информативный видеоряд, интересная подача материала и приятный голос автора долго держат зрителя в напряжении. Выпуски выходят часто, поэтому подпишитесь на МКВ-94, чтобы не пропустить новые интересные истории, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Летом 11 июня 2013 года на отдых в Крым приехала 27-летняя российская туристка, любительница экстремального отдыха из Санкт-Петербурга Татьяна Сидорова. Девушка приехала в Крым с компанией друзей с целью совершить подъем на скалу Кушкая, расположенную в районе Балаклавы, Республики Крым. В ночь на 13 июня, спускаясь с вершины горы, на которую Татьяна незадолго до этого отправилась вместе со своими спутниками, она пропала при загадочных обстоятельствах. Вершина горы Кушкая, с которой парни совершили прыжок с парашютом, была последним местом, где они видели девушку. Гора Кушкая, в переводе с тюркского птичья скала, расположена к северу от урочища Бателеман на южном берегу Крыма, к юго-западу от Ласпинского перевала. Она замыкает с запада бухту Ласпи. Высота этой вершины составляет 664,3 метра. Эта скала – один из крупнейших рифов Крыма и Европы, который образовался в промежутке между 140 и 165 миллионами лет назад на дне древнего океана Тетис из колоний кораллов и губок. Значительная часть этой горы покрыта соснами и можжевельником. Именно туда 12 июня 2013 года отправилась группа молодых туристов-экстремалов в составе двоих парней – Алексей из Санкт-Петербурга, Евгения из Москвы и девушки Татьяны тоже из Санкт-Петербурга. Ребята познакомились с Татьяной около года назад в социальной сети и всего за два дня до поездки встретились с ней лично. Парни профессионально занимались экстремальными видами спорта, в том числе и прыжками с парапланом, и специально для этого отправились на гору Кушкая, чтобы продемонстрировать Татьяне все прелести настоящего экстрима. По словам Антонины Сидоровой, матери пропавшей девушки, Татьяна позвонила ей, когда была на границе с Украиной. По прибытию к месту назначения, ребята сразу же отправились в горы, находящиеся в окрестностях Севастополя. Молодые люди за пару дней обследовали местные скалы и вершины, и несколько раз спустились с них на парашютах. В тот вечер ребята собирались прыгать с вершины самой высокой скалы, и в 19 часов 30 минут они поднялись на Кушкая, где должны были совершить прыжок. Татьяна от прыжка отказалась, она решила пофотографировать местный пейзаж и после этого спуститься, пока не стемнело. В горах темнота наступает очень быстро. После прыжка ребята договорились встретиться на смотровой площадке. Перед прыжком Алексей оставил ей свой телефон Нокии, на которой были установлены Яндекс-карты и отмечена точка местонахождения лагеря. Девушка должна была спуститься по тропинке и выйти к дороге. После приземления парни связались с ней по телефону. Оказалось, что Татьяна так и не успела добраться к назначенному месту до наступления темноты. В 21 час того же вечера на страничке девушки в социальной сети появились фотографии ребят с подписями «Левые чуваки». Вероятно, написано это было в шутку. Судя по тому, что в той местности мобильная сеть практически недоступна, можно предположить, что фотографии она опубликовала еще до того, как начала спускаться. В последний раз Татьяна смогла дозвониться до ребят в 2 часа ночи и сообщила парням, что находится посреди леса. Погода была сухая и теплая, но вечером образовался достаточно сильный туман. Девушка ошибочно свернула на тропу в северном направлении и бродила до 2 часов ночи, находясь вне зоны доступа мобильных сетей. Затем она поднялась выше и появилась связь. Она не знала, где точно находится и не смогла толком объяснить, в какую сторону двигалась. Таня сказала ребятам, что справа от нее скалы, а слева море и что вдалеке она видит два огня. Позже появилась версия, что за море она могла принять полосу тумана. Алексей сказал девушке, чтобы она развернулась так, чтобы скала была слева и продолжать движение. Но потом уговорил ее оставаться на месте, разжечь костер и подождать до утра. Поскольку Таня курила, у нее всегда была с собой зажигалка. Больше связи с ней не было. Утром оба телефона девушки молчали. На момент исчезновения девушка была одета в черную легкую куртку, серые джинсы и светлые шлепанцы. При себе у нее были солнцезащитные очки в белой оправе, которые лежали в тканевом чехле. Смартфон Zopa 900L темно-синего цвета с украинской сим-картой Life, который к вечеру начал садиться. Телефон Nokia с фонариком и питерской сим-картой Megafon, который как позже выяснилось принадлежал Алексею, компактный фотоаппарат Canon. Тонкие сигареты Kent и зажигалка. И возможно, некоторая сумма денег. Татьяна была худощавого телосложения, примерный рост ее составлял 165-170 см. Волосы крашеные черные до плеч. В верхней части спины была цветная татуировка в виде женщины с крыльями, а на запястье татуировка в виде миниатюрной надписи на иврите черным шрифтом. Она имела неплохую физическую подготовку, определенный спортивный опыт и адекватное психическое состояние. После того, как Таня на следующий день так и не объявилась, Женя и Алексей начали искать девушку самостоятельно. Поиски продолжались в течение всего дня. Второй телефон, который дал Тане Алексей и в который она, судя по всему, переставила свою сим-карту, был в сети 13-го числа на протяжении всего дня, но не отвечал. А на следующий день, 14-го июня, когда ребята своими силами так и не смогли отыскать Татьяну, они обратились в правоохранительные органы. По словам парней, они потратили целые сутки на поиски Татьяны. Однако у них ничего не получилось. Они и сами не очень-то знали эту местность. И только после того, как самостоятельные поиски девушки не увенчались успехом, ребята догадались обратиться за помощью в милицию. Таким образом, официальный поиск Татьяны Сидоровой начался 15-го июня. К сожалению, было упущено не только время, но и возможности. Пока у девушки работали мобильные телефоны, спасатели смогли бы получить информацию о ее местонахождении и со знанием дела руководить ее передвижением по незнакомой местности. На месте событий сразу же развернулся лагерь из добровольцев и местных жителей, хорошо знающих район, которые могли помочь в поисках Татьяны. Спасателями были собраны все сведения от опытных людей, знакомых с данной местностью о наличии расселин, трещин, колодцев и пещер. Словом, о всех местах, мимо которых можно было с легкостью пройти несколько раз и ничего не заметить. Искать Татьяну вызвалось много добровольцев, но с учетом плохих погодных условий и отсутствия у многих желающих хоть какой-то физической подготовки, отбор прошли не все. На Кушкая много живых камней. Это означает, что дорога может осыпаться прямо под ногами, рассказала корреспонденту местной газеты волонтер Елена, принимавшая участие в поисках пропавшей. Сорваться с этой горы проще простого. Даже для опытных альпинистов. Именно для этого в созданном спасателями штабе по поиску Татьяны такие добровольцы прошли тщательный отбор. Учитывая такую особенность горы Кушкая, можно предположить, что девушка могла сорваться со склона. Тогда возникает вопрос, почему же ее тело так и не нашли, учитывая, что по словам поисковиков, они прочесали уже почти всю площадь горы и предгорье. В социальной сети ВКонтакте была создана специальная группа по поиску Татьяны Сидоровой, где все желающие могли поделиться любой информацией, которая могла оказать необходимую помощь следствию, спасателям и волонтерам в поисках девушки. А также были опубликованы фотографии всех мест, где проходили поиски, и где, по предположению спасателей, могла оказаться Татьяна. За время поиска россиянки, лесники, военные спасатели и добровольцы обследовали 500 гектаров горно-лесной территории, опросили около 600 человек. Особо тщательно были обследованы скальные обрывы и лес на горе Кушкая, скальный каньон, урочище Затерянный мир, гора Коки и Колу, район Старой Бателеманской дороги, территория бывшей воинской части, куда могла забрести Татьяна, все известные туристские тропы и маршруты, побережье Ласпи. Вместе со специалистами работала группа кинологов-волонтеров. Майор службы гражданской защиты Петр Назарук показал на карте место, где первоначально находилась Татьяна Сидорова. По сведениям ее приятелей, она почему-то пошла в обратную от нужного направления сторону. Заблудиться в этом районе сложно, потому что он довольно оживленный, здесь много объектов и пролегают маршруты туристических групп. Многие туристы, которых встречали спасатели, уже имели на руках разосланные ими ориентировки. По словам бывалых туристов, на горе Кушкая проложено более чем 10 маршрутов. Учитывая то, что девушке пришлось спускаться в ночное время, она вполне могла выбрать неправильную тропу и заблудиться. Кушкая не самый простой объект для туристов, пояснила журналистам волонтера Елена, скорее всего Таня не запомнила, как поднималась с ребятами, и выбрала неправильную дорогу назад. У самой девушки было техническое образование и опыт различных прыжков, в том числе с парашютом. Это означает, что физически она была хорошо подготовлена к восхождению в горы. Все это наводит на мысль о криминальном характере ее исчезновения. Однако это уже вопрос к милиции. В поисках россиянки спасатели задействовали все возможные средства. Поиск долгое время не прекращали. Основная фаза поиска, согласно руководящим документам, длилась три дня. Однако спустя семь дней масштабные поиски были прекращены. Было сделано все возможное, что зависело от спасателей. Как сообщило руководство службы гражданской защиты, теперь это дело милиции. Далее этим делом стали заниматься правоохранительные органы. По факту исчезновения россиянки было возбуждено уголовное дело по статье убийства, разосланы ориентировки. Правоохранители говорят, что всегда после пропажи людей открывают производство именно по этой статье. А вот волонтеры уверяют, что сделано это было для того, чтобы дать работу следователям и поскорее разобраться в деле. Друзья Татьяны активно участвовали в поисках, каждый день давали показания в милиции. Говорили, что они не могут себе простить, что оставили девушку одну. Туристы не регистрировали свой маршрут у спасательных служб. И если бы Алексей не подал заявление в милицию о том, что девушка была накушкая, то еще какое-то время никто бы не знал об этом происшествии. В рамках следствия подробности показаний Алексея и Евгения не разглашаются. Милиция попыталась выяснить, что за красные огни видела Татьяна вдалеке в ночь перед исчезновением и спустя некоторое время у следствия появилось несколько версий произошедшего. Своими догадками поделились также лесники и спасатели, и все, кто принимал участие в поисках. У спасателей возникли предположения, что красными точками могли быть огни в море. Ночью в горах не только темно, но и спускается густой туман. Когда девушка пошла в другую сторону, в тумане она могла не заметить на своем пути обрыв и сорвалась со скалы. Если она пошла в сторону села Резервное, то, возможно, вышла к воинской части, обнесенной колючей проволокой. Девушка могла попытаться ее обойти и там тоже сорваться со скал. Все прилегающие скалы обследовали спасатели-альпинисты. Видимых следов или каких-нибудь улик, указывающих на присутствие здесь Татьяны, найдено не было. Работа была сильно усложнена погодными условиями. Были проливные дожди и сильные туманы. Тем не менее, мы тщательно обследовали этот участок, в том числе и с привлечением вертолетов. Пока ничего не удалось обнаружить. Также была обследована прибрежная территория, говорит начальник Балаклавского РОВД Владимир Рожевец. На поиски Татьяны дополнительно была привлечена кинологическая служба ДОСААФ. Кинологи с собаками проверили всю местность, начиная примерно с того места, откуда Татьяна могла свернуть в лес, говорит начальник государственной пожарно-спасательной части номер 4 Балаклавского района, майор службы гражданской защиты Владимир Шемеляк. Солдаты срочной службы УМВД из севастопольских частей обследовали лесной массив предгорья Кушкая под руководством опытных лесников. Каждому выдали ориентировки и дали распоряжение опрашивать всех, кого могут повстречать на пути. Но найти следы девушки так и не удалось. По словам работников лесхоза, если девушка звонила по телефону, то красными огоньками мог быть отраженный свет экрана телефона от глаз дикого кабана. Встреча с этим животным может быть опасной. Заблудившаяся туристка в панике могла броситься бежать, залезть на дерево или сразу стать жертвой дикого животного. Эта версия также тщательно проверялась. Были также версии, что этими красными огоньками, которые видела Татьяна были стоп фонари какой-то машины, ведь девушка должна была выйти к дороге. Если это так, то она могла уехать из Крыма, и ее искали напрасно. Но в таком случае, добравшись до цивилизации, она должна была узнать, что ее ищут, и подать знак, что она жива. Как прокомментировала пресс-служба УМВД в Севастополе, в поисках пропавшей девушки приняли участие более 60 правоохранителей. Разыскные мероприятия начались с того самого места, где ее последний раз видели. На данный момент площадь розыска составила более 500 гектаров, а пограничники обследовали еще и прибрежную полосу. Также дополнительно были опрошены отдыхающие и жители близлежащих поселков. К сожалению, поиски не принесли никаких результатов. Самое обидное, говорит мать Татьяны, что спустя два месяца, дело так и не сдвинулось с места. Мать девушки считает, что Алексей, инструктор по парапланиризму и негласный лидер группы, обладает гораздо больше информации, чем та, которую он сообщил на следствии. Я сначала была уверена в том, что их просто опросят, и все станет ясно настолько, что дело можно будет закрыть. По крайней мере, я не считаю, что они в чем-то виноваты. Но они что-то знают и скрывают, и что-то они говорят не то. На телефонные звонки Алексей не отвечает. По некоторым данным, он находится за пределами страны. Но Татьяна Сидорова, к сожалению, не единственная пропавшая туристка в Крымских горах. 12 июля 2017 года на склоне горы Кушкая были обнаружены останки 19-летнего Станислава Тищенко, который пропал 6 августа 2013 года. Юношу искали 4 года, и только в конце июля 2017 года стало известно, что его нет в живых. Это печальное сообщение оставил в группе поиска Станислава в социальной сети ВКонтакте отец погибшего парня. В Севастополь студент одного из воронежских вузов приехал из родного Старого Оскола Белгородской области в конце июля 2013 года. Станислав вместе с другом и одногруппницей отдыхал на базе Таврида в урочище Ботелеман. Ребята целый год планировали эту поездку и летом 2013 года осуществили свою мечту. База Таврида, где остановились туристы, находится в окрестностях горы Кушкая. Друзья и представить себе не могли, чем обернется для них путешествие в этот живописный уголок на южном берегу Крыма. 6 августа в 10 часов утра Стас решил подняться в горы, чтобы полюбоваться пейзажем и сделать несколько снимков. Он предложил друзьям прогуляться на гору Кушкая, но они отказались, и пытались отговорить Станислава. Однако тот не послушался и отправился в поход один, прихватив с собой мобильный телефон, фотоаппарат и бутылку с водой. Парень обещал позвонить, но куда-то пропал. С 2 часов дня до 9 вечера друзья каждые 20 минут набирали номер Станислава до тех пор, пока не услышали, абонент находится вне зоны действия сети. Станислав был выносливым человеком. Он 5 лет занимался многоборьем и прыжками через барьер. Ходил кроссы по лесу в Старом Осколе. А вот с Крымскими горами он не был знаком. С турбазы он ушел без карты. У молодого человека было неважное зрение, поэтому он носил очки. Одет он был в бежевую футболку, темно-синие спортивные брюки и белые беговые кроссовки. Стас прихватил с собой светло-синий городской рюкзак, фотоаппарат Fuji и старенький телефон без GPS. Перед выходом он купил литр воды. Денег с собой у него не было. Вечером того же дня, когда парень не вернулся, друзья забили тревогу и обратились в МЧС. Мама лучшего друга пропавшего парня Светлана Путинцева в беседе с журналистами отметила, что Стас спортсмен и очень целеустремленный человек, и если он что-то решил переубедить его, невозможно. Он обязательно добьется поставленной цели. Это хорошее качество и в спорте, и в жизни. Но в этот раз оно сыграло с ним злую шутку. На поиски потерявшегося в горах студента сразу же бросились спасатели, лесники и полиция. Позже подключились волонтеры. В поисках Станислава спасатели обследовали предгорья гор Кушкая, Сомналих-Бурун, Коки и Кая, Молтаж-Бурун, Расщелину-Котилдера, проверили палаточные городки, тропы, склоны, ущелья и обрывы. В Крым приезжали даже волонтеры из Старого Оскола, где живут родители парня. Когда информационная волна утихла, отец Станислава решил искать сына в Крыму самостоятельно. Но все было безрезультатно. По факту исчезновения студента было возбуждено уголовное дело. Однако 17 августа дело приняло неожиданный оборот. Как отметила издание «Комсомольская правда», родным Станислава позвонила женщина из города Днепродзержинск Днепропетровской области. Сейчас этот город называется Каменское. Она только что вернулась домой из Ялты и сообщила, что в свой последний день на отдыхе, 15 августа, разговаривала с молодым человеком, очень похожим на Стаса. По словам женщины, утром она пошла на рынок у Массандровского пляжа, чтобы купить продуктов в дорогу. В этот момент к ней подошел молодой человек и тихо сказал «Извините, пожалуйста, мне очень хочется есть. Не могли бы вы купить мне еды или покормить меня?» По описанию, стоявший перед женщиной парень был похож на пропавшего 6 августа Стаса Тищенко. На нем была светлая футболка с длинным рукавом, темные спортивные штаны и белые кроссовки. Он как будто стеснялся своего вида, добавила она, был неопрятно одет, но от него не пахло, руки чистые, сообщила женщина. Обратился очень вежливо. После этого звонка отец Стаса Валерий Борисович ринулся на поиски сына в Ялту. Женщина пояснила, что на момент встречи с молодым человеком она не знала, что его разыскивают. О том, что парень пропал, женщина узнала уже после того, как вернулась домой с отдыха. «Если бы я знала, что уже больше месяца в Крыму ищут 19-летнего парня, обязательно бы отвела его в милицию», сказала она. С 20 по 28 августа отец Стаса вместе с его друзьями и группой волонтеров прочесали весь городской пляж, обошли окрестности и все точки общепита, расклеивали фотографии парня. Найти человека на огромном курорте в разгар туристического сезона очень сложно, это как искать иголку в стоге сена. Стаса искали по всему Крыму. Активно велась работа по расклейке объявлений и распространению информации в интернете. Поиском занимался следственный отдел. Как пояснила Светлана Путинцева, активно участвующая в поисках парня, правоохранительные органы даже отрабатывали версию о похищении. В его родном городе Старом Осколе, в торговом центре «Маскарад» была установлена коробка для сбора средств на поиски. Спустя 4 года, 12 июля 2017 года, 18-летний иркутский турист, как когда-то Станислав, гостил в Севастополе и решил отправиться на гору Кушкая. И на своем пути он случайно наткнулся сначала на принадлежавший Станиславу телефон и фотоаппарат, а после этого обнаружил человеческие останки. По предварительным данным, воронежский студент разбился, упав с высоты. Тело молодого человека все эти годы находилось в труднодоступном месте. По факту обнаружения останков, следствие приняло решение назначить ДНК-экспертизу, чтобы установить их принадлежность Станиславу. В связи с этим у отца Станислава, Валерия Тищенко, сразу же возникло много вопросов. В беседе с журналистами отец парня заявлял, что делать выводы о гибели Стаса до получения результатов ДНК-экспертизы крайне преждевременно. Есть вероятность того, что останки принадлежат другому человеку, поэтому раньше времени говорить о смерти парня нельзя. «Одежда, которая была обнаружена, не принадлежит Стасу», заявил он. Тогда чья она? Почему фотоаппарат якобы упал с высоты 200 метров и не разбился? В памяти техники есть фото за 2 августа, но нет снимков за 3 августа, когда Стас был в Севастополе. Почему он не сделал там фотографий? Силовики пообещали родным Станислава, что результаты ДНК-экспертизы будут готовы в сентябре-октябре 2017 года. Но, к сожалению, результаты были неутешительными. Эксперты подтвердили, что найденные иркутским туристом на горе Кушка и человеческие останки принадлежали Станиславу Тищенко. Об этом также был опубликован пост в социальной сети ВКонтакте. Несмотря на то, что дело об исчезновении Станислава Тищенко после изучения останков и заключения эксперта было закрыто, в этой истории все равно остается очень много белых пятен. Почему спасатели и волонтеры во время поисков так и не смогли обнаружить тело Станислава, а случайный турист из Иркутска смог это сделать? Может быть, на момент поисков Стас был жив и действительно мог находиться в беспамятстве или в другом городе? Тогда что же заставило его уехать? И что за неизвестный молодой человек, который был так похож на пропавшего парня, был в Ялте? Может, после восхождения в горы с ним что-то произошло, он сорвался со скалы и потерял память, или по пути на него мог кто-то напасть? Тогда каким образом он оказался в труднодоступном месте, где его никто не мог обнаружить? Все эти и многие другие вопросы так и остаются без ответа. Пишите ваши версии в комментариях, поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. До встречи в следующем ролике.